Пару дней назад натолкнулся на очень крутое видео, которое обязательно нужно посмотреть всем, кто связан с майнингом криптовалют. Да и думаю с нефтью тоже. Для России будет очень актуальное видео. Опубликовано оно совсем недавно, 9 января 2019 года. Этот парень занимается майнингом и в этой сфере он достаточно компетентен, чтобы называться профессионалом своего дела. Ссылку на оригинальное видео я оставлю в описании. Когда я посмотрел этот ролик, я можно сказать прозрел. Это что-то совершенно потрясающее, причем не только в области майнинга, а вообще в экономии природных ресурсов. Думаю вы почувствуете то же, что и я после просмотра. Поэтому давайте интро и погнали. Это очень особенное видео. Я раскрою секрет, план, то, что я делал, чтобы расширить свою майнинговую ферму для добычи биткоина, при этом платя всего лишь от 1 до 2 центов за киловатт-час. И я не говорю о маленькой установке, а об установке такого размера, который вы сейчас видите за мной. А может даже и больше. И она обходится от 1 до 2 центов за киловатт-час. Сейчас, возможно, вы спрашиваете себя, для чего я делюсь этим видео. Причина в том, что я работал над этим проектом почти год. И в процессе работы меня преследовала неудача за неудачей. С моей точки зрения, если мне удастся вдохновить кого-нибудь на успешный запуск такой установки, то и мне это тоже удастся. Я веду к тому, что не нужно жадничать, следует делиться. Я покажу вам, что конкретно можно сделать и почему это очень прибыльно. Вам, наверное, интересно, как же такое возможно? Как возможно добывать биткоин, платя от 1 до 2 центов за киловатт-час? Мой план был простым, и вот над чем я работал. Я не могу дать имена компании, с которыми я работаю, потому что я не могу раскрывать конфиденциальную информацию. Но никто не запретит мне рассказать о своем проекте. На нефтяных площадках в нефтяном бизнесе есть процесс под названием факельное сжигание. Если вы живете недалеко от нефтяных площадок, вы можете увидеть этот процесс сжигания. Это тот самый огонь на конце огромных труб. Это и есть факельное сжигание. Так сжигают природный газ, еще известный как метан, и несколько других видов газа. Причина, по которой они сжигают эти газы, это негативное влияние на окружающую среду. Выпускать их газов в атмосферу приносит большой вред окружающей среде. Метан имеет крайне негативное влияние на атмосферу. Поэтому газы и сжигаются. И вот в чем дело. Вы когда-нибудь слышали о сжиженном природном газе? Есть грузовики и оборудование, которое работает на сжиженном природном газе. И у меня родилась идея. Вместо того, чтобы сжигать этот газ, его можно использовать. Тем не менее, здесь есть подвох. Есть несколько проблем. Давайте рассмотрим первую проблему. А если вы нефтяной магнат и хотите поменять свою валюту, то это вам на exchange sumo.com Конечно, с нефтью мы не работаем, но валюту свою вы поменяете. По выгодным курсам получите кэшбэк и скоро будет партнерская программа. Все это по ссылке в описании. Первая проблема заключается в том, что в результате таких буровых работ, не только буровых, но и гидроразрыва пласта, выходит не один вид газа. Первый вид — это кислый газ. Этот вид природного газа содержит в себе гидросульфат натрия, который придает ему ужасный запах и делает его непригодным для заправки. В больших количествах этот газ является очень токсичным, поэтому единственный выход — сжигать его, поскольку его сжигание менее вредно для окружающей среды, чем его выпуск в воздух. Второй вид газа, добываемый в результате нефтяных операций, называется газ, растворенный в нефти. Этот вид природного газа смешан с неочищенной нефтью из-за высокого давления на нефть под землей. В процессе бурения это давление сбрасывается, поэтому газ освобождается из нефти. Газ, растворенный в нефти, — единственный вид газа, который можно использовать, и он используется нефтяными компаниями для заправки оборудования для добычи нефти. Дело в том, что часто они добывают больший объем природного газа, чем им необходимо. Выходом из этой ситуации является сжигание. Вы можете вполне логично спросить, а почему они просто не соберут его и не транспортируют? Да потому что для этого необходим трубопровод. А значит, придется иметь дело с агентством защиты окружающей среды, департаментом природных ресурсов и активистами по защите окружающей среды. Газ используют для бурильных работ на нефтеперерабатывающих заводах. Есть ли структуры, где можно улавливать газ, есть неподалеку. Как превратить этот газ в полезную энергию? Вам необходимо то, что называют генератором природного газа. На предприятиях они есть. Первая проблема заключается в том, как же получить доступ к генератору природного газа. Генератор природного газа должен обслуживать достаточное количество добытчиков, чтобы он был выгодным не только для вас, но и для нефтяной компании. О них мы поговорим далее. Он довольно большой. Если говорить о размерах, то он величиной стрейлер. Это огромный, гигантский мотор. И здесь сталкиваешься с проблемой. Как же достать такой генератор? Кто должен за него заплатить? Мне удалось решить эту проблему. Вторая проблема. Видите, что у меня за спиной? Это всё панели. Вам необходимы такие штуки. Всё, что находится здесь, заставляет установку работать. Кроме того, вам необходимо приобрести ещё одну вещь. Видите объект позади меня? Это распределитель или коммутатор. Его вес 3000 фунтов. Стоимость одной части без проводки от 60 до 100 тысяч долларов. Такой коммутатор вам тоже будет необходим. Итак, необходимое оборудование. Коммутатор, панели, проводка, выпускные и входные устройства. Потребуется достаточно много приборов. Вам нужно подумать также и об охлаждении. Как охлаждать оборудование? Вы, наверное, сейчас подумали о транспортировочном контейнере. К сожалению, это не сработает, особенно в Соединённых Штатах. Или с любой американской нефтяной компанией. А всё потому, что у нас есть одна прекрасная организация, которая следит за работой нефтяной сферы. Всех сфер производства, всех индустрий. Её аббревиатура, как вы, возможно, уже догадались, MT. MT — это Министерство труда, если что. Почему не получится? Потому что у контейнера есть габаритные ограничения. И вам придётся многое переделывать под своё оборудование. Поверьте, для работы своей установки вам необходимо будет сделать очень много. Кроме того, в своей работе вам необходимо будет придерживаться национальных норм и правил пожаробезопасности, а также национального электрического кодекса. Да, против вас множество факторов. Вам не удастся поставить трейлер, транспортировочный контейнер на буровой площадке или на месте переработки. Единственное решение — построить какой-нибудь объект. Итак, как построить объект без особых затрат, в соответствии с нормами Министерства труда, национальными нормами и правилами пожаробезопасности, Национальным электрическим кодексом и так дальше? Это стоит очень дорого. Я посмотрел на генератор природного газа и инфраструктуру, и мне удалось понять, как создать место для того, чтобы начать майнинг. У меня даже есть дизайн установки коммутатора и панелей. А сейчас самая сложная часть. После того, как вам удается достать генератор природного газа, найти место расположения и построить объект для работы, когда определите количество оборудования, как будет работать система охлаждения и нагрева, решите все проблемы. После всего этого вам необходимо уговорить нефтяную компанию вести бизнес. Видите ли, многие думают, что они сжигают отходы, но это неправда. Когда компании сжигают газ, особенно газ, растворенный в нефти, они теряют продукт, они теряют деньги. Именно так, они теряют деньги. Но у этих ребят есть множество способов возместить потери, то есть сделать из этого прибыль. Существует множество грантов на сжигание такого газа, и множество государственных центров по сжиганию отходов, и много всего другого. И это приводит в замешательство. Короче говоря, они могут согласиться дать тебе 1 или 2 цента за киловатт-час, но потом они попросят от 30 до 40 процентов от твоих доходов по майнингу. Я не шучу. В любом случае, если вы найдете способ сделать все это, вы получаете золотую жилу. До начала бурильных работ пройдет много времени, но всегда будут сжигаемые отходы. Всегда будет доступный источник топлива, с которым они не смогут ничего сделать, кроме как сжечь его. Ребята, вот такой видеоролик я посмотрел. Что вы об этом думаете? Мне кажется, это очень годная идея, как не сжигать столько ресурсов впустую, а получать из этого прибыль. Знаете, после просмотра этого видео даже возникла мысль, а действительно ли существует тот самый пресловутый дефицит ресурсов, о котором нам рассказывают? Ведь если бы у меня была возможность, я бы убедил всех, что, например, газ это очень дефицитный ресурс, который скоро закончится, только для того, чтобы продать его дороже. А меня зовут Богатейший Ди, подписывайтесь на канал, если вы тут впервые, ставьте лайки или дизлайки, комментируйте и обязательно богатеете. До скорого. Субтитры сделал DimaTorzok